Если вы видите сейчас детство, там все здесь все равно, и вы видите, сейчас посмотрите, а передо мной такая золотистая дата. Почему нельзя сделать вот так частные секты? Это можно? А вот на местной группе есть, например. И только, это предпринимательно, вот именно частные секты, надо каждые дома обсчитать и сделать так же договора, так же, чтобы они платили, как мы. Вот тогда, вот тогда будет действительно урониловка, и будет тогда и мусор будет вывозиться, и будет денежки, и будет все. Я согласна, просто понимаете, опять же, вопрос об ответственности каждого из нас. Кто-то пришел, эту мусорку закрыл на ключочек, кто-то пришел, как оставил, так и оставил. Нет, еще либо нельзя открыть, для того, чтобы туда положить. В том случае, вот уже когда это все будет, может быть первое время, но вот сейчас первое время в больнице тоже будет. Но сейчас посмотрите, там какая чистота. И вы оставите ведь не рядом с мусором, а вы оставите именно туда. Что касается контейнерных площадок, это решать вам, это ваше право. В конечном итоге, сами придете либо контейнеры оставить, либо сделайте машину по графику, это уже ваше решение. Тут, собственно, моя мысия не та. Моя мысль объяснить, что кроме как своими силами, своими ответственностью своей, да, за себя и за близких там, за соседей, за детей, мы порядок в городе не наведем. Никакие штрафные санкции, еще раз говорю, Миша Олина взять всем известного. На него хоть 10 санкций наложи, хоть 10 раз оставь его работать, он не будет этого делать. Не он один. Естественно, не он один. Поэтому я говорю, что нужно, это в первую очередь ответственность каждого из нас. Но есть у нас очень интеллигентные люди, много мусорей. Давайте о Ланне говорим. Я думаю, что вопрос этот будет решен, и в любом случае деньги будут произрасти, чтобы они по округам. Во всем цивилизованном мире, со всеми, все честные, с частными домами, со всеми, на квартирах заключаются договора. А только на эту позицию не вывозится мусор. Вот нигде такого нету, что за счет бюджетного средства вывозился мусор. А вы понимаете, что это большее желание администрации навести порядок, понимаете? Это желание администрации навести порядок. Потому что граждане никто, вот очень редкие, кто будет заключать договоры на вывоз мусора. Ну очень редко. Но вы говорите, что живете в тех этажах, вас же не спрашивают, вам дитанцию посылают, и вы платите, правильно? Я мусор выкидываю, и все, я никуда его не вывожу, я не трачу время, и все, и деньги на руки. Правильно, мы сейчас, и что вы говорите, вот если вы получили деньги, то так же, мы вас не спрашиваем, вот и еще. Еще раз, вам предложили сделать определенную территорию, но куда вы составляете вовознение, на площадку еще что-то. Так я ведь так же самое плачу, понимаете? Так мы сейчас в секторе будем, и тоже должны будет что-то платить за них. Но почему вы двойные эти деньги идти доложны? Так у вас же деньги допадут не только на то, чтобы мусор отвезти в вашу голову, но и... Да, мы сейчас говорим о том, что в целом мы говорим о том, что надо непосредственно вывозить мусор. Я думаю, этот вопрос тоже был решен, мы там задали вопрос на поводу, какая сумма должна учитываться. Вот поэтому я думаю, что сейчас... Так, давайте, друзья, давайте послушаем, вот сейчас выступит депутат Городской думы Чикишев Геннадий Павлович. Депутат Городской думы Чикишев Геннадий Павлович. Мы сегодня собрались здесь по поводу референдума. Я что хочу сказать. Вот многое зависит, конечно, от инициативы, от нашего менталитета. Сегодня, по большому счету, здесь должен быть целый зал. Ну посмотрите, вот от целого города сколько сидит представителей. Люди не верят, они пользуются тем, что они имеют пользу. Вот по поводу прошлого референдума. Вот мы платили, я слышал высказывание. Да, там много было недостатков, которые при сегодняшней системе нужно будет учесть. Моя собственная дочь, например, сказала, говорит, Я начала платить, а на улице школьной ни разу не была машина по поводу мусора. И прекратила платить, потому что ни разу не заехала. Она ездила по улице Набережная, а тут запуток, вот старый суд, вы знаете. Ни разу не заехала машина. И второй момент, что у нас же, еще раз остановлюсь на том, что такой менталитет, что если я деньги заплатил и для меня ничего не сделали, зачем я буду платить? Совершенно вот так вот рассуждают. Но сейчас ситуация другая. Сейчас вот объяснили уже. И много споров тогда было, что многоквартирные дома действительно не обязаны были платить. Они и так платят за вывозку мусора, и еще их обязали. Сейчас же ситуация совсем другая с референдумом. Хотят вот организовать, и сами жильцы определят, что вот нам надо, вот, я слышал, 28А вот этот аптечный дом. Там куча машин стоят. Вот у них там стоит дерево, где за аптекой. Вот убрать, скажут, проголосуют убрать это дерево, организовать, и чтобы все машины были не там, а вот здесь вот на площадке стояли. Ну, это дело вот населения. То, что референдум жизненно необходим, вот это, наверное, понимают кто-то часто собирается. Вы же все видите, как преобразился город сейчас. Стало не стыдно перед гостями. Но вот еще раз говорю, наш менталитет вот этот, вот почему сегодня вот, вот столько, ну сколько нас народу здесь? Три десятками наберется человек. Как мы это дело будем продвигать? Инициативное дело, то есть на работу, как ходите в дубниках? Что? Как ходите на работу? Вот, например, осень, весной. У нас с Горбачева осенью весну, шефролазная улица. Вот, так же я всю жизнь, это самое, все года, пока я работала, я ходила в сапогах. Я приду на работу, все в туфетах я всегда ходила в сапогах, чтобы подняться с одной улицы на другую. У нас свет не горит. Вот, на всю улицу три лампы. Ну, проблем, проблем... Тротуар нет, дорога страшная. Вот на такие... Вот я, например, вчера за тротуаром в лейт, погаясь и делаю возле дома дорогу. Все правильно. Вот, правильно. Я вам скажу, вот это, что вы могли это делать. Вот сейчас, говорят, нужно определить старших вот этих районов, которые будут определять, что им в первую очередь нужно. Сейчас вот учтут все ошибки эти, которые были допущены при том референдуме. С этим мусором больной вопрос. Вот у нас на Думе уже этот вопрос насчет мусорных контейнеров. И я вот лично высказывал за время точку зрения. Хочешь сделать свалку, сделай, поставь мусорницу. Вот сейчас мы сидели. Даже если она будет закрыта, наши люди будут ходить, ставить пакеты рядом с этим контейнером. Проверите. Но вычет-то есть. В свое время мне пришлось работать в Подмосковье. В 90-е годы, когда аврал, денег нет, работы нет, приходилось ездить. И вот смотрите, стоит многоквартирный дом. Ну, несколько многоквартирных домов. Стоят 5-6 контейнеров. Три, а то и четыре раза, даже если контейнера не наполнены, три или четыре раза в день приезжают машины и убирают. Не проблема поставить контейнера, организовать где-то. Проблема организовать их вывозку. Чтобы было гарантировано, чтобы два раза в день придет машина. Контейнер неполный, черт с ним. Но у нас это не сделают. Почему бы не сделать? Вы знаете, когда машина входит, все частные дома платят за вывоз мусора. Все. Конкретно надо каждый частный дом. Каждый частный дом. Завязать так же платить, как мы хотим, многоквартирно. Вот тогда будут средства на вывозку. Вы опять пришли в домашнюю. Вы заплатите, я заплачу. А сколько вот? Вот сколько? Вот где они все, эти инициативные товарищи? А потом будут кричать, понимаете?